Катюша, боевые мотоциклы, легкий и тяжелый транспорт. И все это можно потрогать руками и даже сесть за руль. В Сорумском парке 23 февраля прошла масштабная выставка военной техники. В этот день любой мог подержать в руках оружие Великой Отечественной войны, сфотографироваться с людьми в военной форме и угоститься полевой кухней. Это шашка. Нагайка. Настоящие боевые клинки, ружья, автоматы, а также 15 единиц военной техники и машины советского производства. В праздник 23 февраля в Сорумском парке воссоздали победную атмосферу времен Великой Отечественной войны. Все экспонаты настоящие, разве что не стреляют. Так многие впервые смогли ощутить себя в кабине артиллерийской установки «Катюша», оседлать мотоцикл с пулеметом или прикоснуться к победе легендарной машине советского автопрома. Картину дополнила музыка прошлого столетия и люди в военной форме. Ну, это форма казака, харунжева. Такая форма была, да, в ней входили все, в принципе, как женщины, так и мужчины. Люди реагируют с восторгом, они смотрят, фотографируются, то есть очень этому рады. От голода спасали сразу несколько полевых кухонь. Чтобы согреться, нижегородцы угощались чаем и кашей, порции которой были не менее боевых солдатских. Да и вкус, по словам поваров, ничуть не хуже, потому что готовится каша в армейских условиях и на живых дровах. Мы стараемся все-таки побольше как-то накладывать, чтобы народ действительно в честь праздника ощутил вот это все, праздничные вот эти вот мгновения. Детям очень нравится это мероприятие, облазили все машины, не знаю, выживут они к концу нашего мероприятия или нет. Я считаю о том, что нужно проводить такие мероприятия и чаще проводить такие мероприятия, да, так как это соединение времен, эпох, дети приобщаются к культуре, послевоенной, военной культуре. Я считаю, что такие праздники просто необходимы.